МЕЛВИН Всем привет! В эфире снова факт И я Влад Лехов Фак – самая приличная передача на телевидении Каждую неделю мы рассказываем вам О четырех новых играх Оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы По прохождению Устраивайтесь поудобнее и внимайте С немецкой студией Silver Style Entertainment За короткий срок Произошло чудо-перевоплощение Из авторов неоднозначной пародии на Fallout Которая называлась The Fall Last Day of Gaia Они превратились в хранителей традиции Летающего цирка Монти Пайтон И если успешную работу Над Саймон the Sorcerer 4 Заколдованный мир Можно было принять за случайность То после Хроник Мелвина Сомневаться не приходится Немцы сегодня чуть ли не единственные Кто успешно работает на одном поле Стелл Тейл Геймс Авторами юмористического сериала Сэм и Макс Ну и паршивая погодка На самом деле сходство есть не только по существу Но и по форме Между Хрониками Мелвина и Саймон the Sorcerer 4 Общего столько же, сколько между двумя эпизодами Сэма и Макса То есть это тоже почти сериал Разница минимальна Для поездки в иное измерение Юноши не используют знаменитый шкаф А в самой волшебной стране Он путешествует не в гордом одиночестве А в сопровождении симпатичной феи Ну и конечно же новый сюжет Чтобы открыть в себе магические способности Нам нужно преодолевать свои страхи А полигоном для моральных испытаний Становится некий город Таллин Его нужно спасти таинственного заклятия Ночью оно заставляет жителей делать такие вещи О которых днем принято не вспоминать Они и не вспоминают Ночные события стираются из памяти В итоге случаются следующие мизанцены Члены городского совета заковывают друг друга в кандалы И под отвратительное скрепление ножа по стеклу Вытягивают признание в получении взятки Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 3 ГГц 1 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти На жестком диске хроника Мелвина займут 3 ГБ Благодаря сюжетной конструкции с ночным проклятием Заметно освежился и геймплей Решение многих проблем напрямую связано С временем суток и тем состоянием В котором пребывают ключевые персонажи Поэтому нам позволили произвольно менять день и ночь Прием для квестов очень редкий, но действенный Наша подруга-фея тоже оживляет постоянный сбор, комбинирование и применение предметов Жаль только, что совершенно нет мини-игр Четверка за геймплей Внешним видом игра похвастать не может Декорации сделаны максимально просто А персонажи пугают своей угловатостью Но несмотря на это, даже при переходе из соседних локаций Приходится неприлично долго наблюдать экран загрузки Тройку за графику Музыка, использованная в хрониках Мелвина Чем-то напоминает саундтрек из фильма Амели Что безусловно создает нужную атмосферу Персонажи в русском переводе получились колоритными и яркими Актеры постарались на славу Но местный юмор удалось передать не везде Четверка за звук В итоге хроника Мелвина вполне играбельный квест Правда, по современным меркам довольно занудный Ситуацию мог бы исправить юмор Но он здесь тоже весьма специфичный Одним словом, игра на любителя Слабую четверку получает сегодня Проект хроники Мелвина Проклятие эльфов Больше всего хроники Мелвина Проклятие эльфов запоминаются тем Как здесь раскрывается сюжетная линия Без лишней пошлости и навязчивости Особенно тут важны идеологии В них нет туалетной лексики Зато полно ироний, намеков И так называемых шуток в одно предложение Любителям посмеяться с компьютером на пару Этот квест понравится А сейчас ваши вопросы И наши ответы по игре Хроники Мелвина Проклятие эльфов Вопрос Я побывал в библиотеке, а там полно крыс Надо помочь юмцу от них избавиться Как это сделать? Отвечаем Отправляйтесь в гостиницу Там найдете тарелку сухой У входа в библиотеку мается кот Примените на нем суп Теперь рыжий будет ходить за вами по пятам Заходим в библиотеку и общаемся с юмцем Теперь вопрос с крысами решится сам собой Кот одним своим видом заставит их испариться Вопрос Я раздобыл яд, чтобы отравить морковное дерево Из-за которого спорят Дафна и Херонимус Но не могу применить его Что мне делать? Отвечаем Для начала сходите в библиотеку И возьмите там леденцы Затем отправляйтесь дальше По улице, где расположено морковное дерево Там увидите мальчишку со скейтбордом Поговорите с ним и попросите отвлечь Дафну с Херонимусом Они очень слятся, когда он катается мимо их огородов В качестве платы за услугу он попросит леденцы Поделитесь с ним конфетами И как только мальчуган отвлечет стариков Бегите к дереву и выливайте на него яд Теперь Дафне не из-за чего спорить И она выкинет номерок с номером 13 Чтобы вы смогли попасть на прием к городскому совету Серия Prison Tycoon Это такая издевательская надсмешка Над уважаемым и вообще говоря Глубоким жанром экономических стратегий Первые две части поклонники тайкунов Еще могли проглотить в условиях полного безрыбья Но третья часть была, так сказать, полным провалом По сравнению хотя бы с Hospital Tycoon В Prison Tycoon 4 с Юп и Макс Вас также не ждет ничего выдающегося У жанра экономических ксимов Даже сегодня в эпоху киберспорта И приставок третьего поколения Все равно есть поклонники Причина такой популярности Скорее всего кроется в человеческой природе Каждый из нас хоть иногда мечтал Стать богом, королем, президентом Главой корпорации Или на худой конец директором овощного склада А что может быть приятнее власти Только накопление капитала Где нам выпадет судьба Доказывать репутацию прирожденного собственника В парке аттракционов, провинциальном госпитале Или же в космическом баре на отшибе галактики Это дело десятое Сотрудники компании Virtual Playground Предлагают нам сыграть в первый в мире тюремный симулятор Prison Tycoon А точнее уже в четвертую часть Идея, конечно, хорошая Но вот реализация подкачала Да и с деньгами плохо Издательство ValueSoft Уже давно гремит на весь мир Своими бюджетными проектами Игра поступила в продажу 29 августа 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор 2 ГГц 512 МБ оперативной памяти И 128 МБ видео А также 1 ГБ на жестком диске Первым делом в бой с игроками вступает геймплей В большинстве экономических симуляторов Принято обозначать реальность и события Которые в ней происходят Это стандартная практика Prison Tycoon совсем другое дело Это злая, потусторонняя игра Которая по атмосфере не уступает лучшим фильмам ужасов Кругом пусто, тихо Лишь непонятный звук Разгадать смысл которого простым смертным не дано То и дело звучит из колонок Дополняя картину общего запустения и кошмара И этот бесконечный музон Весело, блин! Один балл с геймплей и его неизменность во времени Графический Prison Tycoon Также значительно не меняется Качество текстур и их палитра Запросто способны вызвать депрессию Интерфейс тоже старается как может Горячих клавиш мало А камера регулярно где-нибудь застревает Какое тут наслаждение от процесса Если полет из одного конца тюрьмы в другой Превращается в самое настоящее мучение Также один балл за внешний вид игры Раз игра так плохо выглядит То может лучше закрыть глаза и послушать Как она звучит? Нет, этого делать не стоит Ведь звучит Prison Tycoon, если честно, никак На заднем фоне играет один и тот же мотивчик Который набивает оскомину уже на второй минуте игры Палитра звуков очень скромна Мало, преступно мало Кроме того, невозможно понять Что обозначает половина из них И с какой точкой на экране они связаны И снова один балл Теперь за звучку Наверное, глупо ждать от Prison Tycoon Каких-либо мирских удовольствий Качественного звука, приятной графики и тому подобного Но все-таки разработчики могли бы и постараться Уже четвертая часть вышла в свет А качество, как было на низком уровне Так и стало еще больше отставать Наша общая оценка игры Один балл Prison Tycoon 4 Такая же тухлая пародия на лучших представителей жанра Как и прежде Только с каждым новым релизом игра Отстает все больше и больше Графика не выдерживает никакой критики Экономическая система упрощена до нельзя И никаких существенных изменений в геймплее Если, несмотря на все сказанное Эта игра вас заинтересовала Обязательно посмотрите наши ответы На ваши вопросы по игре Первый вопрос Помогите У меня проблема У меня постоянно убегают заключенные А охранники ничего не могут сделать Помогите хоть вы Помогаем Убегающие заключенные Основная проблема игры И мы дадим вам пару советов Если посмотреть на устройство тюрем в режиме карьеры Можно заметить, что они используют двойные ворота при входе в тюрьму Однако такой способ не всегда работает Вместо решения проблемы появляется новое Заключенные не хотят проходить через вторую дверь Даже открытую Вдобавок к этому Последние входящие заключенные Могут убежать не заходя на территорию тюрьмы Также не держите охранников около входа в тюрьму Они автоматически открывают двери И заключенные убегают А догнать их охранники не могут Пока что единственным деятельным способом Было строительство охранок башен по периметру Не забывайте ставить постовых на эти башни И следить за тем, чтобы на них постоянно кто-то дежурил А вообще лучше устроить с охранником И то веселее Смотрите далее Mercenaries 2 World in Flames Свобода действий и актуальный политический сюжет Подкрепленные Next-Gen технологиями И голливудским изобразительным подходом Fate Undiscovered Realms Типичный дьяволоклон Без каких-либо претензий на эксклюзивность И фееричность происходящего Смотрите далее Fate Undiscovered Realms Типичный дьяволоклон Без каких-либо претензий на эксклюзивность И фееричность происходящего Mercenaries 2 World in Flames Свобода действий и актуальный политический сюжет Подкрепленные Next-Gen технологиями И голливудским изобразительным подходом Феномен дьявол не задушишь, не убьешь Появившись в далеком 96-м Это творение безызвестной тогда еще студии Blizzard Повлекло за собой создание целой игровой ниши Игры, похожие на нее, стали именоваться не иначе, как Диабло-клонами Проект студии Wild Tanged Game Fate Undiscovered Realms О котором мы расскажем сегодня Именно такой клон Итак, встречайте! После заслуженных восторгов первой части Случилось нечто, что приводит нас к событиям второй Ваша доблесть завоевала свободу для людей рощи И жуткие монстры отступили в тени Во время праздничного пившества Появился незнакомец глашатый нового зла Готового вновь обрушиться на мирное поселение Он говорил о древних тайнах, сокрытых в храме и воротах Таинственным, ненайденным царством Из тайн храма незнакомец особо отметил одно Скрыт там древний дом, книга судьбы Которая хранит равновесие между этими царствами Придется отправляться в рискованное путешествие Через подземелье на поиске древнего храма Системные требования игры таковы Процессор на частоте 1 ГГц 256 МБ оперативной памяти 128 МБ видео И 400 МБ винчести Игровой процесс, как и ожидалось, не претерпел сколько-нибудь значимых изменений Мы все так же исследуем пещеры, заполненные толпами разнообразных монстров В качестве вознаграждения из них вываливаются всевозможные девайсы и бонусы На золото, выбитое в монстрах, выйдя на поверхность мы тратимся у местных торговцев И снова кидаемся в бой Наша оценка геймплея — 4 балла А вот картинка оставляет желать лучшего В графике, конечно, присутствует определенная самобытность И даже какие-то намеки на собственный стиль Но вот исполнение хромает на обе ноги И отстает от современных игр поколения на 3-4 Наша оценка графического оформления — 2 балла Звуковая составляющая также не блещет оригинальностью Стандартный пакет спецэффектов и достаточно нудная музычка Вот, пожалуй, и все, что может предложить игра Наша оценка звукового сопровождения — 2 балла Вы получили опыт и уходили Твоя пакет уже трансформирована У меня нету дела, который никого не может触ить Fade Undiscovered Realms – типичный Диабло-клон без каких-либо претензий на эксклюзивность и фееричность происходящего. Шаблонный сюжет с необходимыми элементами спасения мира, неважная графика, откровенно халтурный звук и безумная скука происходящего на экране, способная вогнать игрока в литургический сон. Наша общая оценка Fade Undiscovered Realms – 3 балла. Все прелести игры открываются в режиме Hardcore Mode. Он примечателен усложненным прохождением и полным запретом на использование читов. Потолок уровня персонажа зависает на отметке 199, а если вы к тому же еще играли в оригинальную Fade, то смело сможете импортировать оттуда своего персонажа. Одним словом, режим для истинных гурманов и ценителей игры. Именно для них мы сейчас ответим на вопросы и дадим советы по прохождению игры Fade Undiscovered Realms. Первый вопрос. При создании персонажа мне предложили выбрать имя для моего питомца. Какие плюсы дает присутствие в команде этого четвероногого друга? Отвечаем. На первых этапах игры животное играет исключительно эстетическую роль и практически никак не помогает вам в битвах. Однако, по мере прокачки персонажа, верный друг человека также не будет оставаться за бортом Экспириенса и со временем способен вырасти в зубастое чудовище, которое будет рвать ваших врагов на делый раз. Главное, не забывайте при каждом повышении уровня уделять внимание и характеристикам сопровождающего. Следующий вопрос. Я никак не могу выбраться из подземелья и оказаться в другом городе. Что я делаю не так? Отвечаем. Пандемик Студиос при поддержке Electronic Arts наконец-то добралась до персональных компьютеров. Их проект Mercenaries вышел в 2005 году и жил исключительно на консолях. А вот сиквел, о котором мы расскажем сегодня, Mercenaries 2 World in Flames, поочтил своим присутствием почти все известные платформы. Игра относится к категории горячих штучек и описывает события совсем недалекого будущего славной латиноамериканской страны Венесуэлы. Впрочем, обо всем по порядку. Смотрим. Вторая часть Mercenaries придерживается ровно той же линии, только масштаб веселья вырос на порядок. За окном теперь не Северная Корея, а Венесуэла на календаре август 2010 года. Главный герой получает заказ от венесуэльского наркобарона Рамона Солана, но потом заказ вдруг отменяется и убить пытаются уже самого наемника. Чуть позже Солана приходит к власти, учреждает диктатуру и вносит раздрая в ряды ОПЕКа. На стороне Солана его собственные войска и большая часть армии против повстанцы из народно-освободительной армии Венесуэлы. Кроме них к борьбе за венесуэльскую нефть вскоре подключается армия Китая, организация Light Nations и частная военная структура Aristofire and Pirates, воюющая в интересах топливной компании Universal Petroleum Corporation. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2,6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видео и 10 ГБ на жестком диске. Наемников в игре трое. На выбор. Лица все те же самые. Кого из них взять, принципиального значения не имеет. Сюжет тоже можно без проблем пропустить мимо ушей, потому что игра совсем не об этом. Она о том, как ты садишься в ламборгини с гранатометом на крыше, несешься, не разбирая дороги, и стреляешь во все живое вокруг. Потом, когда лампа надоедает, пересаживаешься на мотоцикл, потом на катер с ракетной установкой, потом топишь катером. Лайф добираешься до аквабайка, разгоняешься и влетаешь на вертолетную площадку, садишься в Ми-24, поднимаешь его в воздух, ровняешь землей целый район небоскребов, выпрыгиваешь из вертолета и пока летишь в сторону моря, любуешься панорамой разрушенного города и думаешь, как бы еще поизобретательнее набедокурить. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Детализация мира выполнена на отлично, а разнести можно абсолютно любое здание в городе. Единственное, что выбивается из всего этого графического великолепия, так это видео вставки между миссиями. В остальном к видеоряду нет никаких нареканий. Наша оценка графического оформления — 5 баллов. Игра хочет игра также на ура. Динамичный саундтрек и крещендо, и спецэффектов мало кого оставят равнодушным. Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня Wolf and Flames выглядит крайне многообещающим проектом. Здесь свобода действий и актуальный политический сюжет, подкрепленный Next-Gen технологиями и голливудским изобразительным подходом. Учитывая, что первая часть не доехала до PC, а единственный представитель GTA следующего поколения в лице Science Row находится на Xbox, у Сиквелла есть все шансы увеличить аудиторию поклонников в несколько раз. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Мерсенарис 2 World and Flames, удачный гибрид GTA, джеки-тальянс и современных технологий. Плюс актуальный политический сюжет. Единственное, что способно повергнуть в шок любителей прекрасного, так это ужасающего качества видеоролики между миссиями. Последний раз такое «качественное» видео мы наблюдали лет 10 назад в каком-нибудь Старкрафте. Но если в те времена это было просительно и смотрелось очень даже ничего, то сегодня способно вызвать разве что бурю праведного гнева. Как бы там ни было, играть все равно интересно. А сейчас настало время для ваших вопросов и наших ответов по игре Мерсенарис 2 World and Flames. Первый вопрос. Для авиаударов требуется очень много топлива, но стандартные цистерны рассчитаны на 500 литров, в то время как мое личное нефтехранилище всего на 300. Жаль каждый раз терять 200 литров. Что делать? Отмечаем. У каждой фракции, на которую вы работаете, после выполнения ряда миссий можно закупать всякого рода фантики, среди которых будет и апгрейд вашего нефтехранилища. Однако будьте осторожны, когда добываете нефть. Если она принадлежит какой-то фракции, и их наблюдатель заметит, как вы вызываете вертолет, то отношения явным образом ухудшатся. Следующий вопрос. Можно ли путешествовать не в одиночку? Отвечаем. Да, можно. Если вы едете на джипе с пулеметом или, скажем, на танке, и рядом тусуются представители дружественной фракции, то вы можете им посигналить, и они тут же займут вакантные места в вашем кортеже смерти. Следующий вопрос. А как быстро заработать денег, не размениваясь на сюжетные миссии? Отвечаем. У каждого из представителей вашей команды есть так называемые вызовы. У Миши — это умение обращаться с лазер-гуайд-системами, у координатора — забеги со всевозможным ручным оружием и так далее. Перед тем, как принять такой вызов, вы вольны сделать ставку, и в случае выигрыша деньги компаньона перейдут к вам. Это абсолютно безопасно и займёт минимум времени. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте муздафиств.ру Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdafistv.ru Мы обязательно всё посмотрим и ответим на ваши письма. А теперь внимание! Канал Муз-ТВ и программа Фак объявляет конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свои резюме на нашу электронную почту faqsobaka.muzdafistv.ru тема конкурс. Не забудьте про фотографии. Без них письма рассматриваться не будут. До скорого!